Всем привет! Приглашаю всех ценителей и любителей стрельбы из булочного лука принять участие в интереснейшем челлендже сделай выстрел на 100, 120, 130 и 150 метров и запиши его на камеру одним кадром таким образом, чтобы всем было видно без отключения камеры что вы с поставленной перед собой задачей справились то есть для того, чтобы это было видно надуйте шарик размером, ну скажем так, с голову повесьте его на дистанцию 100 метров сделайте выстрел, чтобы было видно, что шарик лопнул дальше отойдите на дистанцию, пробейте через дальномер дистанцию 120 метров сделайте соответствующие действия и покажите, что вы попали в этот шарик отойдите на дистанцию 130 метров и отойдите на дистанцию в 150 метров и докажите всем, что стрельба на 150 метров возможно целевая стрельба в первую очередь, хотелось бы, чтобы в этом челлендже приняли участие те, кто очень много рассказывает о стрельбе на дальнюю дистанцию просто, господа, возьмите и запишите одно единственное видео где отработайте 100, 120, 130, 150 метров четыре дистанции и в этом и заключаться будет наш челлендж надеюсь, что найдутся ценители и любители стрельбы из рук которые действительно примут участие в этом челлендже и тем самым продемонстрируют свое мастерство и докажут самому себе, что они что-то могут 100 метров 101 надеюсь, видно 100 метровая дистанция идеально 100 метров что делаю? беру красивый шарик надуваю размер желтой зоны и иду его вешаю дистанция 100 метров это та дистанция, которая не прощает ни одной, даже малейшей ошибки стрелку идеальный выстрел первый выстрел идеальное попадание на камеру, надеюсь, было видно приближаем приближаем сейчас я скажу честно стрельба на 100 метров это очень адреналиновая стрельба во всех отношениях сейчас вот так камеру поставлю иду выниматься 120 метров надеюсь, видно очень хорошо вот они стоят две камеры, которые все будут записывать итак, дистанция 120 метров шарик с наглой мордой на горизонте что я сделал прицельно на 120 метров ни эта планка ни, соответственно, длины мне не дают сделать мы работаем по сути у нас 8 сантиметров грубо говоря 3,5-4 сантиметра здесь и ход, который она позволяет сделать вверх-вниз исходя из этого я могу сказать 60-ти фунтовый на дистанции 120 метров прицельно и качественно повторюсь качественно то есть мы должны понимать что если у меня сейчас на данный момент изолунбук это 90 на 90 по центру мяч размером скиллзону желтую зону мишени что происходит у меня 45 сантиметров вправо-влево по осям это если я прицельно попал точно в центр 45 сантиметров то есть у меня если я даю ошибку буквально какой-то микрометр у меня уже стрела уходит на 50-60 сантиметров вправо или влево то есть на такой дистанции даже отработать изолунбук это уже можно сказать хорошо а на такой дистанции отработать вот этот мяч ну по сути уже я бы сказал идеально сейчас ветер ветер северный ветер северный и в области не могу расшатал немного это просто я не знаю это фантастика вот реальная фантастика то есть я фактически вот я не знаю все что можно было выжить из себя я сейчас это постарался сделать то есть стойка тяга удержание лука и то в голове успели пока стрела летела в голове 33 сомнения пробежали реально что как и так далее вот 130 видно да идеально видно 130 метров хорошо и вот это поле и вот эти камеры которые все снимают так включил камеру одну включил камеру вторую и так отбил дистанцию 130 метров ветер все тот же на 100 метровую дистанцию на этом поле я уже делал на 120 метров лук 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 профорс я уже сделал вчера но не мог спокойно уснуть пришел и думаю а вот если этот же прицел поставить на мой бр который 70 фунтовый то вот этих как раз 10 фунтиков и не хватает для того чтобы можно было уже комфортно попытаться отбить дистанцию но уже не в 120 метров 120 уже как бы все азарт на этом закончился а вот 130 это новая игра новая игра самим собой и естественно очень хочется в нее сыграть как по мне суть стрельбы заключается только в практике естественно мы получаем знания какие-то мы получаем какую-то полезную бесполезную информацию мы ее обрабатываем пропускаем через себя но все что вот реально полезно или бесполезно мы можем понять только лишь взяв лук выйдя на дистанцию и отработав ее если заявляешь что может стрелять на 150 метров не рассказывай как у тебя это здорово получается и что ты там можешь добывать или не можешь добывать куда ты можешь попадать или не можешь попадать возьми лук дорогой возьми лук и отойди на дистанцию 100 120 130 150 метров сделай один выстрел хотя бы один запиши выстрел попади куда-то цель и все и будет супер что я сейчас делаю дистанция 130 метров одеваю релиз релиз одеваю только полевой для полевой стрельбы естественно релиз должен быть аналогичным образом только полевой хотя это немножко неудобно с одной стороны приходится постоянно менять свою собственную любимую прикладку но с другой стороны у меня уже сформировалось две прикладки и я четко понимаю ага этот релиз вот он у меня отрабатывает вот так а этот релиз вот так что я сделал вчера на вечерней тренировке вот этот самый верхний пин я его отработал на дистанции 50 метров очень хорошо отработал четко отработал то есть я оставил на всякий случай самый нижний внизу и где-то я думаю может удастся с ним отработать дистанцию в 150 сейчас сделаю первый выстрел и все увижу хочу также показать вот у меня камера зум и вот как на камеру сони вот дистанция значит что у меня сейчас находится на дистанции 130 метров я приближаю у меня находится вот такой мяч размер скилзону то есть где-то 25 может быть плюс-минус в диаметре шарик наверху специально поставил поскольку изолонблок у меня 90 на 90 а наверху стоит 60 на 60 то есть у меня полтора метра хотя бы высоты на тот случай если где-то допускаю ошибку во время пристрелки ну чтобы стрелу не потерять и она не ушла слишком далеко так вот а на камере зумки 8 сейчас вам показываю смотрите когда я даже приближаю то есть вот зуммирую раз два три четыре пять вот это максимально я зуммировал на камере на камере зумки 8 это все что можно в данный момент взять на эту камеру и вот сейчас приблизив и там и там может что-то будет видно значит на эту камеру на sony я фактически когда я стою на дистанции 130 я вижу только вот голова и грудь здесь я вижу себя практически во весь рост вообще чтобы записать подобное видео час час это только подготовительные работы то есть принес установил отбил отмерил и так далее час забирает времени я не беру даже там лук что-то настраивать перестраивать это все такое уже мелочи по сравнению со всем остальным что надеюсь шарик мишень размером с кемзону причем среднего зверя повторюсь шикарный выстрел 130 метров я взял третий сет просто просто центровой выстрел самый центр гиллзоны идеальный выстрел что делаем сейчас надул шарик он у нас красного цвета малиновый мячик виден да отлично виден 130 выключаемся 151 метр надеюсь видно 151 метр дистанция по дальномеру вот установил две камеры соньку сейчас разверну чтобы вам было хорошо видно итак итак 150 метров очень хорошая дистанция дистанция любой эксперимент стоит самое главное это время нервы и потом уже деньги поэтому диванный эксперту прошу без комментариев если вы никогда не стреляли и у вас нету этого этой записи не рассказывайте о том чем тянуть спиной бицепсом или еще чем и как на охоте спиной ну залезь и растянись где-то так же как и в полевых условиях ты тянешь так как тебе комфортно и удобно особенно когда речь идет о 70 фунтовых луках диванные эксперты вы можете просто посмотреть понюхать его и все и положить куда-нибудь но не растягивать и тем более не час отрабатывать с ним какие-то дистанции поэтому критику с удовольствием всегда готов выслушать только от человека который практикует стрельбу у которого есть личный опыт и который может что-то отдельно посоветовать всех остальных идите лесом мягко выражаю и вот это вот 150 выцелил сделал и я таки сделал ее хвала богам хвала богам отдаляем отлично две стрелы которые держали шарик это моя меточка для выцеливания и соответственно сама стрела которая это карбон ван это карбон ван которая сделала выстрел на 150 метров выцеливая не случайно для меня лично возможно да конечно я добился сегодня в течение часа результата и на 130 метров и на 150 метров выстрел возможен насколько будет целевой выстрел этот иметь реальные последствия для зверя не на сколько это подранок однозначно стрелять в лесу на такие дистанции нельзя факторов очень много здесь просто чистое поле и то на этом поле при ветре этого было добиться нелегко единственное что могу сказать тренируйтесь и стреляйте как можно чаще и как можно дольше а не сидите у компьютеров и комментируйте кому что делать как где правильно где неправильно лучше возьмите маленькую любую камеру запишите вот так как я все на нее весь свой результат все свое мастерство все свои взлеты и падения так сказать запишите поделитесь этим видео и тогда мы будем рассуждать ну что надеюсь это видео было полезным для всех нас скажу откровенно когда я в начале для себя решил заморочиться и сделать выстрел на 150 метров в тот же день у меня ничего не получилось я смог отлично отработать дистанцию на 100 метров и дистанцию на 120 метров на следующий день я озадачился и взял за один день две дистанции 130 метров и соответственно 150 метров приходилось менять руки 60 фунтовый на 70 фунтовый поскольку я для себя поставил цель сделать этот выстрел не случайно а прицельный то есть я выцеливал шарик на дистанции 100 120 130 и 150 метров надеюсь в этом видео примут участие все те кто в своих видео любит очень много рассказывать о стрельбе и звуках в особенности о стрельбе на дальние дистанции об охоте на дальние дистанции если спросить лично меня я скажу любой выстрел прицельно можно сделать до 100 метров 100 метров включительно все остальное это уже как на канале Александра Курашова 1 процент удачи и вот если вам посчастливило и вы попали в этот 1 процент удачи и удача вам улыбнулась то вы попадете в шарик на дистанции 130 и 150 метров а если нет то вы отработаете один день два дня три дня если у вас хватит терпения то может быть вы сделаете это все кто запишет свое видео можете присылать эти видео по адресу ссылку я оставлю внизу под видео и соответственно лучший и качественный ролик что такое качественный это ролик который записан одним кадром то есть в одном кадре не выключая камеры будет видно что вы сделали дистанцию на 100 120 130 и 150 метров и самое главное это дальномером вы показываете и отбиваете эту дистанцию можно дальномером можно еще рулеткой например не имеет значения но не на глаз то есть мы отрабатываем конкретные дистанции больше супер меньше соответственно надеюсь это видео было полезным для вас жду ваших видео на свой почтовый ящик и соответственно победитель получит очень эксклюзивный приз от клуба Виктория Арчери БГ всем пока спасибо Субтитры создавал DimaTorzok